Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... А алтайцы в наших мужских шапках тоже. Вот видите, что интересно. Ну и если дальше тут уже смотреть, то видно срубленное в лапу или в обладе... Это дом, какое-то здание и на стульчиках стоит. То есть это вот такая вот техника старая. А еще у нас в Топольном в 1919 году был создан детский дом, потому что очень много после Гражданской войны осталось без призорных деточек. А в Топольном стояла Мангазея. Забуду о ней, что промолвится, обмолвится. Вы меня потом спросите, что это за Мангазея. И вот благодаря этой Мангазеи дети стали здесь с окрестных сел собираться и жить в этом детском доме. Ну даже вот видите, как они были в 1932 году одеты и обуты. И спокойные дети, и один преподаватель на это молодое поколение будущее. Мне потом говорили, что многие из них погибнут на фронте. Ну и также в Ленинградцы приедут, когда начнется Отечественная война, а в Ленинградцы приедут сюда в детский дом. Работать в нем будут интеллигентные очень даже люди, и включая семью Дементьевых, Дементьев Михаил Прокопьевич со своими дочерьми. И в Сибири-Чехе у нас это партийное собрание, там 1930 год. В Сибири-Чехе всегда было тяжело. Во-первых, когда они заселили деревню, они нашли быстро дороги в Уйгурию, как раз в Монголию. А вот потом им пришлось отстаивать, факт такой в истории есть у нас, отстаивать, чтобы была ярмарка на их земле в Сибири-Чехе, устаробряться, своя ярмарка. Потому что ярмарки были, ярмарки правильно говорили, да, в Черышском районе, и в Черышев самом, и в Антониевке. А там-то ведь казачки, а там они свою политику вели, и наши были всегда старобрядцы в проигрыше, в торговых делах. И вот они... Казаки местные или приезжали откуда-то на ярмарку? Из Черышского, а там Антониевская, это Петропавловский район, а Черышевские казачки, они живут там в Черышской станице-то, да? Угу. Вот, а это у нас звучит как Сталинско-образцовая начальная школа, на самом деле это так оно и было, но здесь прежде был дом священника. Это село Солонешное. И я уже подговариваюсь тому, что до сегодняшнего дня мы спорим, где стояла вот эта церковь. То есть церковь была у нас в Солонешном. А вот там сейчас вроде бы как, ну, можно просмотреть мост, но на самом деле вот эта гора называется Паронная. Здесь ходил паром очень даже долго. Да, это вот так растекался Анной. Ну, здесь советский период строительства тех зданий, которые мы наблюдаем. Вот сейчас это, как раз я говорила, под сайдингом зелёное здание. Это был райисполком, это была больница, это в последнее время была почта, даже в последнее уже время это была торговля. Ну, там была. Ну, и вот этого здания районного дома культуры не сохранилось. Но хочу сказать, что в 19-м году оно уже было, и напротив него разбили парк. Парк, и сегодня это мемориал. Ну, так вот, как бы, кратенько. Сегодня в домах у нас, когда никого не остаётся пожилых, остаётся вот такие вот рамочки. И нам даже вот отдали, потому что не знают, кто это на этих фотографиях. Ну, такое и случается. Вот. Здесь мы тоже приобретаем. Бывает. Ну, за свои деньги, конечно, только. Вот это было куплено у наркоманов. Представьте. Но нет ни одной у меня пластиночки вот такого размера. И если большую пластиночку, то она тогда уже не звучит здесь. Надо маленькую пластиночку, конечно. Сюда. Ну, да, да, фотоаппарат наш тут. Вот это 60-е, 70-е годы вот такие вот вазы. До сих пор такие вазы. Потому что, ну, правда красивые. Вот то, что было, вот так и сохраняется. Да, вот таких очень много у нас статуэток приходит, и многие говорят, ой, у нас тоже такие статуэтки были. Куда девали? Выбросили. А это все говорят, Василий Теркин. Хотя тут тоже сложно сказать, Василий Теркин или нет. На этого тоже говорят, ой, Василий Теркин. Скорее всего. Хотя тут у нас комбайнер уже. То есть Василий Теркин после войны. Он уже на пеньке сидит. Вот тут похож, а тут вряд ли. Ну, и, конечно, тут для детей у нас такие интересные моменты, когда они знакомятся с перышками. Есть у нас, чем пописать, в смысле, перышки есть. Ручка, правда, одна. Но, но, есть чернила. Можем это позволить, и они у нас пишут. Ну, правда, специально. Потом все вымажутся, но потом, что промокашек-то нет. Есть у нас Красная Москва духи даже. Есть у нас вот такие спички 1966 год. И еще, что интересно, вот все, тульский самовар да тульский самовар. Вот это сахарница и конфетница тоже, это производство Тулы. Ну, и как бы уже забывается, но уксус каждый раз применяем. Вот такая вот, дырочка уксусная. Да, мы не такие. Тоже знакомы. И сегодня немножко, да, мы возвращаемся, возвращаемся к тому, что какая-то и пудра вот в таких вот упаковочках и зубной порошок уже повторяется у нас. Ну, вот, как бы кратенько. Так, а про историю прибытия сюда старообрядцев будет еще? Да, 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 да. Хорошо. Это вот все, давайте, просто я кратко. Давай. Так, значит, я вам сказала, 300 миллионов лет назад образовались наши горы. Потом это все куда-то канет в лето, да. Но вот они останутся, смотрите, отпечатки пребывания здесь каких-то и растительностей, и животных. И это очень все такое красивое. Это дети приносят сюда, находят в наших горах и приносят. А вот здесь такое было у нас событие, значит, у нас из университета. Вот это уже скиска я считаю. Нихвидавичус, значит, Генрихас Леонидович, Генрих Леонидович, да, и Карипанов, Карипанов, значит, у нас здесь задержались. И я подхожу и говорю, да, конечно, где солонежные и где кельты, потому что это кельтский нож. Мне говорят, да если бы только так все просто было. Такой нож уже был найден в Апташе, где-то там, ну, в Горном Алтае. Привезен, изучен, написана работа. Грант уже даже выиграл, что подобного, подобной находки быть не может. А солонежные опять тут имеют подобную находку, повторили. Ну, вот такие вот мы. Когда я показываю вот эти ракушечки, Дело в том, что наши, мои бабушки, я сама еще тоже, мне не достались такие ракушки, я ими играла. Мне говорили, это денюжки. Мы играли, ими как денюжки. Дело в том, что такие ракушки можно привезти только из Персии. Да, да, да. Где Персия, где солонежная. Ну, что поделаешь, все у нас не так, все просто, все загадочно. Ну, вот потом я вам и буду говорить. Вот я недаром обмолвилась, поедем, поедим. Джон Лорен, типа, он нашел вот этот зуб. Ну, это может быть зуб лошади, может быть даже и ослика. Вот еще такая не совсем приятная страничка. У нас были 50-е годы, когда пещеры у нас были практически в каждой деревне, возле каждой деревни. И вот возле тележихи была тоже пещера, причем двухэтажная. И вот оттуда вот этот камушек нам привезли. И когда я рассказываю о браслете, найденном в Денисовой пещере, я мужчинам предлагаю, а вы, вот смотрите, сейчас я вам дам в руки, подержите, вы сделаете для своей женщины браслет, как 50 тысяч лет назад. Ну, все отказываются. А 50 тысяч лет назад мужчина из Хролитов. Какая-то порода? Ой, это красные, ну, я не знаю, я шмыг и чего там. Кто у нас? С него было сделано из такого? Нет, нет, там Хролитовый камень был все-таки, тот мягче, тот зеленый, тот мягче. И вот он, вот он как раз подробнее, вот, смотрите, вот он, браслет, то есть две его части. Мы привыкли смотреть на одну часть, а вот здесь вот две его части. Вот про этот браслет мы говорим, который нашли в Денисовой пещере, да? И то, что мы рассказывали об афанасьевцах, тоже, вот, чем мне интересны эти люди, ну, ладно, горшочки у них были, которые ставили они в песок, так они еще орнамента, видите, какой у них был, это, мне говорят, это штамп. Афанасьевская культура, это у нас какой век? А это тоже уже после оледенения. То есть тысяч пять лет назад, да? Вот видите, мне говорят, что это штамп некоторые. Да, здесь у нас, опять же, вот это, либо палец. А, вот я просто так выражаюсь, и немцы, ой, китайцы были, как они стали смеяться. Я говорю, али хвост, али перст. Перст. Один закатился, я думала, все, мы его не остановим. Ну вот, пожалуйста, видите, это на водопадах. Вот это, основное, все было найдено по дорожке на водопады. Вот это вот, когда мы ходили к Катуе 24, видите, вот просто-напросто морские ракушечки. То есть крапления. Да. Здесь было море, океан. Да, море, океан, вот оно, доказательства всего этого. Или вот это вот, но кто не верит, то что потом все-таки любые, даже геологи, кто-то сомневается, да, скептики. Потом говорю, вот, смотрите, это губка, морская губка. Да, когда смотрят, а, ну все понятно. Это на самом деле морская губка. Это же скоро. Сколько миллионов лет назад, чтобы положить, наверное? Ну, давайте хотя бы 200 миллионов лет назад возьмем. 200 миллионов. Да, геологи так и говорят. Вот я вам сказала, река Талица, вот там тоже очень много выпадов вот таких вот именно пород. И шинок у нас, он как бы, он не спрятался. Там ведь папоротниковые растения, как даже и до сегодняшнего дня есть. И вот когда мы говорим об археологии, и задается вопрос, чего там они ели, там на мамонта, охоты, не было здесь мамонта, так же, как не было и страусов. А вот эти вот пластиночки, микропластиночки, видите, вот они вставлялись в косточки, либо в палочки, и ими именно все разделывалось. Тогда давайте подумаем, ну, можно почистить рыбку, можно птичку, да, разделать, ну, какого-то зверька там маленького, ну, мясо огромного животного тоже, я думаю, не разделать. То есть вопрос питания остается открытым. Ну, наверное, были и маленькие, наверное, были и большие разделочные вещи. Ну, вот, не знаю. Ну, как, охотники есть, охотники чем-то не жили. Вот, может быть, они не столько даже дичью промышляли. Может быть. Корешки, травки, красная смородина. И красная смородина. А еще, смотрите, вот когда, я вам рассказывала, что Николай Дмитриевич Умодов находит эту пещеру, он же изучал, он же зоолог, он изучает природу, и он говорил о том, что очень много гиен, гиен пещерных здесь у нас, да. И вот, они же сами поедали друг друга, эти животные. И гиена враждовала с медведями, медведи могли напасть еще на десеныши, вот, и визоны, и оленя, и лошади. И тогда, никогда, это животное все уже сразу не съедало, не съедало, да. Тогда все равно человек мог воспользоваться вот остатками пищей животных, диких жеребных. Может быть, и так оно было. Мамонты будут позже. Татьяна Григорьевна, Петроглюх и настоящий или нанесенный? Нет, это специально художник пытался нарисовать, Володя Свиридов, он живет у нас в Тальменке. У него там вроде бы, говорит, то, что мыслил, не получалось, рука рисовала другое. Не попробовали. Но попробовали, да. И вот как раз вот такой вот камень, опять же, вот с отверстием, да, видите, недалеко от пещеры был найден. Вон тут он, это камушек. Ну, вот после того, как я рассказала о браслете, мне женщины сказали, что, а вот у нас есть в тележеке такой камень тоже интересный. Мы принесем, и вот привезли потом. Ну, и вот такие вот охатыши от мала до велика находят здесь у нас тоже. Правильно, правильно. Так все-таки зуб мамонта. Это мамонта, это мамонта. Но мамонты придут позже, вот в Денисовскую эпоху их практически здесь не было. Это надо было, а чтобы как-то найти мамонта, надо было идти на север. То есть в эпоху, когда пребывали Денисовцы, и здесь не было. Он же бивень. Да, это бивень найден будет на ануе, но это уже после оледенения. Видите, вот как бы холода, смена климата привели сюда этих животных. А до этого их нет. Очень много, вот только костей, именно геемы пещерные. Геемы, львы жили, да? Тигры, львы. То есть прирастали граф, дубок, вяз, манчжурский орех. Это вот как будет, представьте. Все вот так. Это же гибна косточка. Ну, вот эта косточка тоже бизона. Это позвоночник бизона. Нет, ну, вот эти кинжальчики, ножички, я тебе скажу. Вот, действительно, вот единичные экземпляры. Вообще. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова